Доброе утро, Бокертов. Сегодня мы поговорим о необычном в плане еврита выражении Шаббат Шалом Ом Эворах. Я объясню, в чем странность этого выражения, если вы вдруг еще это не почувствовали. Пользуясь случаями, хочу порекомендовать вам книги «Готовьте по-еврейски. Восточная кухня по-еврейски» с информацией о кашруте. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Итак, выражение Шаббат Шалом Ом Эворах. Мы его переведем как Суббота Мира и Благословений. Примерно так. Мэворах это Благословенный. И на всякий случай я отмечу, что произносим мы Ом Эворах. То есть в обычной речи мы бы сказали Шаббат Шалом Ом Эворах. А по нормам высокого стиля, классического еврита, древнего еврита, мы произносим Шаббат Шалом Ом Эворах. Так как речь идет об устойчивом словосочетании, это на слуху, поэтому мы произносим так, как в классическом еврите, как в высоком стиле. Но давайте все-таки попробуем разобраться смысл этого выражения. Суббота Мира и Благополучие. Шаббат Меворах. Но при этом слово Шаббат женского рода. То есть если слово Меворах относится к слову Шаббат, то нужно сказать Шаббат Меворахит. Правда? Потому что Шаббат женского рода. То есть в принципе можно было сказать Шаббат Шалом Ом Эворахит. И Шаббат Шалом, я забыл сказать, это то, что называется в еврите смехут. Связка двух слов. Шаббат Шалом, у нас получилось бы Шаббат Шалом, мирной субботы пожелания и благословенной как бы Меворахит. Но почему-то говорят Меворах. Первая версия. Почему-то говорят, потому что так написано в источниках. То есть есть авторитетные источники, которые много-много веков. И там написано Шаббат Шалом Ом Эворах. Замечательный ответ, но это ответ, что написано в источнике, но непонятно почему так написано. Кто-то объясняет, что в тех же источниках слово Шаббат может быть мужского рода. То есть есть какие-то тексты, где слово Шаббат мужского рода может быть в таких случаях очень мало в источниках. Но есть первая версия. Вторая версия, почему Шаббат Меворах. Слово Меворах относится к слову Шалом. То есть у нас Шаббат, а дальше идет связка, которая включает в себя два слова Шалом у Меворах. У нас получается Суббота Мира и Благословенного. То есть всего благословенного, всего святого. Примерно так. И эта версия имеет право на существование. При этом есть еще третья версия, которую выдвигает наш канал. Мы с нашим редактором. Третья версия. Что слово Шаббат изначально. Это Йом Шаббат, день субботний. День субботний, Йом Шаббат. Это как бы дословно день отдыха, день субботы. И в этом словосочетании у нас род по первому слову определяется. То есть Йом Шаббат. Словосочетание. Это связка мужского рода. И поэтому если мы хотим сказать благословенный день субботний, мы скажем Йом Шаббат Меворах. Теперь представим себе, что вместо слова Шаббат мы как бы вставляем другую связку. Шаббат Шалом. У нас получается связка, в которой три слова. Йом Шаббат. Или мы вставили слово Шалом. Йом Шаббат Шалом Меворах. И получится день мирной субботы. День благополучной субботы. Благословенный. С течением времени слово Йом как бы выпало. И начали говорить Шаббат Шалом Меворах. Такая версия. Вы не обязаны с ней соглашаться. Если вдруг у вас появится четвертая, пятая, шестая версии. Будем рады их обсудить в комментариях. Спасибо за ваше внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.